8 июня я проснулся рано вышел из гостиницы кофе покурить и тут меня встретил охранник местный охранник очень дружелюбный и приятный котик кися 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 кто-то есть хочешь наверно ну какой этот котик непростой он даже некоторых приезжих собак отпугивал и не давал им пройти каждое утро где-то около 10 часов мы шли в городе покупали корни шпасти то есть такие это корнуэльские беляши которых основные компоненты говядина картошка брюква у них она называется швед наверное от шведов пришла лук вы какие-то специи весьма вкусная вещь скажу я вам но это гораздо лучше чем fish and chips я вообще не понимаю почему не торчат от fish and chips хуже еды я не ел жизни ну может быть еще улитки когда-то пробовал во франции дело в том что 90 процентов сегодняшний fish and chips которые предлагают в этих закусах fish это уже давно не треска а dog fish это такая рыба похожая на акулу она конечно не такая хорошая но есть можно особенно когда залить ее добросовестно кляром можно и картошку не брать даже а это гостиница на скале ссылку внизу на гостиницу на адрес гостиницы я дам но что интересно она стоит примерно около 1000 фунтов за сутки проживания в ней но что меня больше всего поразило что буквально на следующие два года все места забронированы еще хотел добавить что мост с материка так называемый на этот остров скалу гостиницу единственный частный мост великобритании вот так она выйдет выглядит когда отлив где-то в 11 часов дня а вот так уже выглядит выглядит когда прилив примерно пол шестого весь пляж заполняется водой прилив где-то составляет уровень 2-3 метра может быть и больше но сейчас немножко можно прогуляться по городу потому что мы сегодня решили погулять довольно таки далеко и можно посмотреть на городок ньюкин там где-то окна моют интересно конечно у них окна открывается во внешнюю сторону и как их мыть это большая проблема а вот лестница который можно подняться с пляжа или опуститься на пляж но подыматься конечно трудно ну рядом есть еще и дорога когда можно идти не спеша медленно подымать кстати мы когда подымали с пляжа выбрали лестницу тяжеловато было запыхались ну что делать на острове показаны плакаты с археологическими находками сетки ставят на скалы чтобы не выдувало вернее не на острове побережье ньюки пляжи песчаные пляжи довольно неплохие это же начался прилив где-то час дня да когда на природе можно ничего не рассказывать просто слушать великолепное место можно смотреть и смотреть сидеть и слушать море но правда ветер такой был что в реальном реальной записи не получилось потому что ничего не слышно было вернее слышно с большими мехами ветра поэтому приходится записывать отдельно звук и отдельно видео ставить но это уже не первый раз так делаю а вот так сказать поминальные цветочки видимо кто-то здесь как-то был я решил оставить цветы в память также видны гроты контрабандистов ловит собачку кто-то похоронил или в память собачки так вот я расскажу про контрабанду когда-то давно но это примерно в конец восемнадцатого века когда англия вела войну с соединенными штатами америки которые в конце концов мы получили независимость она лишилась своих колоний в америке после этого была еще война с традиционной франции а также с наполеоном который вел континентальную блокаду для англичан в общем пришлось и жить туго и для того чтобы как-то выживать правительству оно вело налоги огромные налоги я не помню не могу точно сказать но где-то от четырехсот до тысячи процентов налог на товары были и моряки стали заниматься контрабандой контрабанда даже стала выгоднее чем ловить рыбу а вот сейчас мы пойдем на тот полуостров гугл и карта говорит что идти дадут 20 минут но это в район речка которая впадает в море вернее это атлантический океан а не море вот здесь мы находимся на этом полуострове вернее сюда пойдем здесь были раскопки находили даже монеты римских времен а так же раскопки где-то с бронзового века здесь было поселение на этом полуострове ну пойдем посмотрим что же там интересного ветер ужасный я потом продемонстрирую кусочек ну невозможно было что-то снимать как говорится в прямом эфире просто все задувало но места замечательные скалы волны это просто великолепно можно сидеть здесь и смотреть до бесконечности я понимаю почему люди в памяти своих близких и о животных и о людях оставляют памятные значки либо цветы это стоит этого можно просто долго смотреть на море на волны так а и под Продолжение следует... Пройдемся по мостику, который тоже облеплен всеми замочками. Табличка в память о солдате, погибшем в Афганистане. И вообще хорошо, конечно, здесь не рисуют граффити на скалах или еще типа такого. А если уж хотят, чтобы помнили, просто делают табличку и где-то ее ставят. Я не знаю, наверное, это тоже с разрешения администрации города. Ну, без понятия, честно говоря. Оно так красивее выглядит, чем какая-нибудь надпись «Здесь был Коля» или там по-близски «Ник». Вот там внизу, сейчас прилив начинается, видимо в этом каменном бассейне осталась какая-то рыба. И там пытаются ее поймать. Не знаю, что в итоге у них это получилось. Я не смотрел дальше. Мы пошли дальше на гору. Вернее, на этот утес. Возможно, они и поймали. Рыба сидит в логах. Посмотри, в этом как бы бассейн образовался от волн. Видно, там рыба есть. Вот ее видно. Он тут сотрясает. Красота. Ну что, пойдем дальше прогуляемся. Ох, море, море. Океан. Интересно, сколько тысячелетий, а может быть, я не знаю даже сколько, десятков, сотен тысяч лет, миллионы, оттачивает вода эти скалы. Можно бесконечно смотреть на это. Представление. Пойдем повыше поднимемся. Ой, подальше. Да, сегодня много находимся. Очень много. Но этого того стоит, потому что неизвестно, когда сюда попадем. Конечно, скалы иногда разрушаются, то есть обваливаются. Но пойдем посмотрим. Пойдем на самый край утеса. Открываются чудные виды. Блаженство. Место для проветривания остатков мозгов. А это я пытался сказать что-то на ветру, но это невозможно просто. А тут все среды просто от чумеля. От свежего воздуха. От этих всех внуков. Красоты. Обалденное место. Еще раз хочу сказать, что рекомендую всем это место Корнуэл. Особенно те, кто живет в Англии. Но англичанам это не надо говорить. Они знают, что это прекрасное место и всегда стараются ехать туда. Ну, конечно, летом больше. Хотя, если судя по гостинице, которые забронированы на пару лет вперед, то и зимой тоже. Здесь реальные обрывы, по которым, в общем-то, уже стрёмно ходить. Там люди сидят, смотрят на море, наслаждаются, вдохновляются или медитируют. Но не в этом дело. Все равно это прекрасно и незабываемо. Не знаю, посетим ли мы это место еще когда-нибудь в жизни. Еще раз, без понятия. А вот здесь видно, что скала немножко уже дала трещину. И трещина немножко покрыта просто травой. Хотя я где-то помню, читал, что в последний раз обвалилась скала, часть скалы в конце 20 века. То ли в 80-х, то ли в 90-х. То есть в конце 80-х либо 90-х годах. Ну, обваливаются, обваливаются, ничего не делают, ничего не сделаешь. Вода подтачивает, и ветер играет свою роль. А теперь хочется вообще пойти на самый край этого полуострова и посмотреть с высоты в бескрайнюю даль. Сегодня мы альпинисты, прибрежные альпийсты. Еще немножко усилий. И мы на вершине. сдувает ветер. Просто я отдурел от счастья в этот момент. Камни, обтертые ногами людей, ни одного поколения. Скалы и море. Вернее океан. Это океан. Атлантический океан. Ну что, надышались, проветрили пустые головные коробки. Надо уже идти и обратно. Правда, мысль была идти еще дальше. Но мне кажется, сегодня мы сделали километров 20 пешком. Ну, пойдем дальше. Спустимся по этому мостику, перейдем в этот мостик, который в полуострово делает остров, в общем-то. Ну, когда прилив. Здесь уже волны стали меньше. Ветер немножко тих. На обратной дороге мы зашли в магазин Сансбери. И что я увидел? О, ужас! Безалкогольный джинн! Обалдеть! Британские ученые изобрели новый джинн. Такого я еще никогда не беру. Безалкогольный джинн. Фантастика. К чему еще может стремиться химическая правительность английского королевства? Ну вот, второй день холидеев заканчивается. Вторая серия моря. Люблю смотреть. Прелесть. Серфинги. Серфингисты как моржи торчат в своих гидрокостюмах, потому что вода очень холодная. И ждут волн. Продолжение следует... Продолжение следует...